Дорога в школу должна быть безопасной. Представители мэрии Черкеска Регионального Народного Фронта МВД периодически проверяют территории, через которые проходят юные горожане. Большое внимание уделяется так называемым заброшкам. Ранее проверочные мероприятия были проведены по 25 объектам. На некоторых побывал корреспондент Артур Мкце. Разные заброшки, разные судьбы. Например, это бывший противотуберкулезный диспансер, который много лет не работает, однако, как видим, портит облик Черкеска. И здесь постоянно кто-то находится. Здание бывшего медучреждения находится в паре сотен метров от 5-й гимназии Черкеска. Лишь с начала этого года школьники ездят на окраину города, а до того некоторые частенько наведывали в заброшку. Совместные с общественниками рейды нередко выливались в выдворение временных обитателей разного возраста. Не случайно именно теме безопасности дороги в школу посвящен один из проектов Народного Фронта. О проверке подобных строений периодически проводят представители мэрии и стражи порядка. К сожалению, в региональной столице таких зданий пока немало. Одно расположено между несколькими жилыми многоэтажками по улице Космонавтов. А это ваше жилье, не подскажете? Общаковое. Общаковое? Ага. А вы здесь сколько времени находитесь? Сейчас. Когда захочем. А сколько захотите, да? Ага. А если хозяин придет? А хозяина тут уже сколько нету. А сколько нет времени хозяина? А черт его знает. Мы не считали. Ну день, два. Какие день, два? Его вообще тут и не бывает. Общение с маргиналами прошло вполне спокойно. Однако, далеко не всегда подвыпившие постояльцы ведут себя дружелюбно. Как рассказывают жители окрестных домов, сюда в темное время суток лучше не заходить. Были разные случаи и, к сожалению, даже говорят, что находили труп человека. Поэтому это действительно опасные места. Видите, в них собираются лица безопределенного занятия. Ну и они всегда, мы помним, наше детство привлекают и подростков, детей. Общественники обратились в мэрию Черкеска и выяснили, что собственником недостроя является федеральная служба исполнения наказания. Представители регионального ведомства обещают выделить средства на приведение объектов в порядок. Однако пока ничего не меняется. А здание и его обитатели продолжают пугать население. Упасть можно осколки, мусор лежит. Но стоит ли оставлять такое? Я думаю, нет. Либо довести до ума, то, что начали закончить, либо убирать и площадку можно детскую поставить. Этот микрорайон вообще оказался богат на заброшки. Рядом с 52-м домом мусорные залежи скрывают основание какого-то строения. На площади Петрусевича прохожим угрожает облицовка еще одного здания. Пока вот он заморожен, никаким образом не достраивается. Мы видим, что никакие работы не производятся, а те, которые были произведены, уже начали разрушаться. И это одна из проблем, то, что разрушение данного здания может для прохожих иметь какую-то опасность. Какие-то из заброшек продолжают портить облик региональной столицы. По-другим, проведенная городскими властями, полицейскими и общественниками работа уже дает положительные результаты. Как, к примеру, в случае с начальной школой 17-й гимназии, которая, разваливаясь на глазах, продолжала привлекать к себе внимание большого числа учащихся. И не только их. Ранее в мэрии города Черкеска были проведены проверочные мероприятия в отношении 25 объектов, которые являлись объектами неоконченным строительством. Были выданы предписания на устранение выявленных нарушений, если таковые были и имелись. И непосредственно далее мы проводим работу, передаем в юридический отдел для предъявления исковых требований, если данные требования были не выполнены. Хорошо, если собственник, как в случае с домом по Лободина, заблокирует все возможные входы решетками. Эстетики это вряд ли добавит, но хотя бы убережет от самовольного проникновения. И все же важно, чтобы таких объектов в Черкесске вовсе не было. Для безопасности горожан должно быть сделано все необходимое. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.